Дорогие друзья, привет, привет! Сейчас буду краситься и поболтаем о чем-нибудь. В смысле, я буду говорить, а вы слушать, а потом писать в комментариях. В общем, всех с наступающим или уже с наступившим, в зависимости от того времени, когда вы смотрите. Поздравляю с новым, наступающим или наступившим Новым Годом. Так, на лицо я наношу крем увлажняющий серии Renovage от Faberlic. Это возрастная серия для возраста 50+. И это дневной крем. Ну, из того, что у меня имеется в наличии, этот крем наиболее подходящий по возрасту. Краситься я... В общем, макияж... Ау! Папа зовет тебя. Меня зовет? Угу. Ой, скажи, что я занята. Папа! Мама, ты занята. Так. И... Макияж не главное. Не главный. Героем моего видео. Главное поболтать. Я совершенно без всякой подготовки. Ну, некие... Итоги года подведу. Кстати, при таком освещении не очень удобно. И краситься я не хотела. Я никуда не собираюсь идти. Встречаю Новый год дома. Идти... Если куда-то пойду, то это произойдет уже завтра. В общем, крашусь только из уважения к вам. С одной стороны. А с другой стороны... Ну... А если вам все равно плохо видно, какой смысл, да? Стараюсь сейчас... Когда мне никуда не надо идти, стараюсь не краситься и обходиться без крема. Почему? Потому что у меня раздражение ужасное. Сейчас я это стала связывать с холодным временем года. Ну, дверь закрой, Нарану. Ты же дверь не закрыла. Так. Сейчас, секундочку, дверь закрой. Так, навеки наношу крем. Ну, тоже Фаберликовский из серии Эдноботаника. Это, по-моему, для возраста 30+. Восстановление и упругость. Бутон Камилии. Что там, плоды? Нони и маслоорганы. Ну, вот видите, раз фокус при таком освещении, камера уже не может сосредоточиться. Так, до Нового года у нас осталось два с лишним часа. Это наступление его у нас на нашей земле. Каким был этот год? Вообще, была у меня мысль почитать вам гороскоп. Ну, кстати, могу, наверное, и найти его. Мой любимый гороскоп из журнала Эль. И сверить. Ну, там вообще-то ничего такого особенного написано не было, чтобы там ловить на ошибках этого астролога, которого зовут Фитц Уолтерс. По-моему, так фамилия его. О! Слушайте, тоналка заканчивается. Давно подарили мне на Новый, 2016 год. И вот она только сейчас стала прощально так, издавать прощальные звуки, как это называется. Ну, ладно, поскольку я видео все равно буду монтировать, я выключу, чтобы включить заново, чтобы фокус собрался, в конце концов. Так. Вообще, очень не хотелось монтировать. И, может быть, я и не буду монтировать, а выложу эту часть. Так. Нанесла. Это тональное средство. Revlon H-Defying Firmic Plus Lifting Makeup. SPF 15. Тон называется Bear Buff. Не знаю, что это такое. Привезено было из Америки. Из Нью-Йорка. В том же. Да, наступивший 2015 год. Так, хорошо. Дальше что? Ох, салюты за окном я купила. Так. О, я же купила новую... Новую... Новый айлайнер. А куда я его положила, интересно? Сюда? Нет. Сюда? Точно. От Ева Мозаик. Ну, не суть. Он в виде фломастера. Carbon Black. Угольно-черный, да? Его название. Не название, а цвета. Сделано в Германии. Так, ногтей. Кстати, ногти не красила. Сейчас отрубуем. Отрубуем. Значит, что я помню из гороскопа? Помню, что в самом начале года вам предложат работу. Сразу же, прямо с нового года там было написано. А в конце... А в конце... А в конце года... Где там? В ноябре... Ну, не помню. Вам предложат... Будет как бы повышение, но это будет совершенно в другом направлении. В общем, взяли меня на работу. Вот... В пункт выдачи заказов Фаберлик. Пообещали платить 3 тысячи. Сказали, больше не можем. Я сказала, да ладно. Мне лишь бы чем-то заняться. Чтоб какая-то была занятость. В итоге 3 тысячи не всегда получалось. То есть, на 3 тысячи даже не выходило. И даже у меня получилось, что я ушла не очень красиво. Задолжав. То есть, за мной был долг, который я выплачивала. Я его выплатила, но последние 3 тысячи, даже не 3, меньше, чуть-чуть, 2,700. Не стала выплачивать. Сказала, что мы договаривались на 3 тысячи, и вот эту последнюю сумму я отдавать не буду. Потому что мне обидно... Потому что мне обидно, что мы договаривались на одну сумму. Обидно чувствовать себя лохушкой. И я бы оттуда не ушла, если бы не поступила на учебу. Если бы... И я так понимаю, поскольку я другой работы не нашла... И я так понимаю, поскольку я другой работы не нашла... Что вот эта моя занятость учебой теперь... Может с некоторой натяжкой вписываться в гороскоп. То есть, можно сказать, что гороскоп не ошибся. Ну, вот как-то так. Я, правда, не очень хорошо вижу. Вернее, я вижу, что... Не совсем четкая линия у меня вышла, потому что я при плохом освещении. Камера все-таки меня немного напрягает. И я позволяю себе некоторую кривизну. Посмотрим, как вот этот айлайнер держится. Будет ли пигмент стойким. Крашусь обычно по отработанной схеме. Самый темный тон. Да, это палитра. Кстати, я видела в новой коллекции. Подошла к Диоровской этой. Вот когда покупала этот айлайнер. Покупала я его в Рив Гош. Подошла к стенду Диоровскому. И посмотрела, что там есть точно такая же палетка. Такие цвета. Но только другой выпуск. Тут другой был рисунок. Здесь, когда эта штука была новенькая, это был такой нанесен рельефный рисунок. Как будто стеганое такое. Атласное стеганое. Ну, одеяло, допустим. А здесь что-то другое. Какой-то другой рисунок. Тиснение какое-то совершенно другое. Так, буду краситься. Так, не очень тщательно. В отношении денег гороскоп обещал, что... В общем, в отношении денег гороскоп особо не обещал. Гороскоп обещал, что на следующий год, что этот год будет подготовкой к следующему году. А, кстати, а я ведь не скачала еще этот новый гороскоп на 2019. И, если вам интересно, я сниму об этом видео. В уголке глаз наношу светлый. Вот, смотрите, светлые тени кончаются. Только, ребят, не пишите мне, что отвратительное качество видео, что вам тяжело смотреть. Мутное изображение. Я все понимаю. Ну, что я сделаю с этой камерой? Она не хочет слушаться. Так. Еще одно важное событие в этом году. Ну, поступление в институт, да, и поступление в университет. Это самое главное событие. И еще не менее главное событие. У меня родился третий внук. Третий по счету. Третий по счету ребенок. Внук. В общем, внук, мальчик первый. И это такой хороший мальчишка. Он вышел похожим на моего мужа. Ну, то есть, у него все, абсолютно все. Он полностью точно, стопроцентно айтбаевский. Вот, ничего другого, Коноваловского, там, от моей невестки. Я ничего в нем не вижу абсолютно. Стопроцентный, стопроцентный мой муж, только с глазами моей свекрови. И такой милый, милый, улыбающийся мальчишка. На этот раз я не настолько сумасшедшая бабушка, что все время хожу с камеры, его снимаю и выкладываю. Что-то мне не хочется. Во-первых, не возникает такого желания. Видимо, я насытилась таким блогерством. Потом, постоянное замечание со стороны родственников у меня отбивают желание. Ну, отбили, наконец, желание. В общем, добились они своего. Отбили желание. Во-вторых, я стала очень критично вообще смотреть на свой блог. Я отсматриваю иногда некоторые видео и думаю, ну, как можно? Вот сейчас бы я такое ни за что не сняла. Ну, и удалять, то есть, ни за что бы не выложила. Потому что что здесь? Вообще ничего интересного. Недавно у меня удалили видео, где там на ранку я купала, и она туда голая попала целиком в кадр. И я в тот момент, когда я вам об этом говорила, в тот момент, когда выкладывала, думала, что это вообще-то нехорошо, это зарубит мое видео. И вот когда прилетело через сколько, сколько времени прошло. А там-то у меня есть на ранку, когда она ни в какую вообще одеваться не хотела, ну, совсем когда годик человеку, все время мне в камеру лезла, не одетая. Ну, в смысле, я не как бы лезла в камеру. Нет, конечно, это я снимала. То есть, я не собираюсь, не перекладываю сейчас вину на ребенка. И надо бы зайти и эти видео поудалять или закрыть как-то, ну, в общем, успеть себе скачать все-таки там. Видео-то все удаляют, они же не спрашивают. Я же их не ради этого, не ради голого тела снимала. Удаляют все видео. Это... Это жаль. Ну, то есть, у меня не осталось. Я себе видеоматериалов не оставляю, я их не храню. Они у меня либо на Ютубе, либо иногда некоторые видео там на облако закидываешь. И больше у меня их нигде нет. То есть, когда у меня видео удаляется, я все лишаюсь памяти об этом дне. Вот. В общем, не хочу я снимать своего внука. Не возникает у меня такого желания. Только вам. Так. В общем, это была Диоровская палетка. А сейчас тушь для ресниц, фаберликовская, Fly Flashes, из серии, которую рекламирует Мария В. Там была другая тушь с пластиковой или виниловой кисточкой. А там мне нравилась больше. Она такая тоже изогнутая. Ну, похоже, чем-то напоминает тушь пять в одном. С этой я никак не могу приспособиться к ней. Я не могу понять, как она работает. Я все время промахиваюсь, оставляю следы возле ресниц. Кладет она тушь не комками, а пучками, как бы это сказать. Ну, в общем, ресницы собирают в пучки. Вы знаете, бывает тушь с такой большой, огромной кистью, таким целым валиком, но все равно красит хорошо. Вот, когда я была в Ривкош, снова себе вспомнила, что у меня была хорошая тушь с такой толстой кистью Estée Lauder. Ну, что-то никак. Вот тушь фиговая, в общем, товарищи. Не рекомендую. Есть кто-нибудь, кому нравится этот тушь? Пришлось мне ею пользоваться. Она у меня вот осталась после работы в Фаберлик. Это был, по-моему, подарок за подписку. Невестка попросила у меня тушь, я ей дала эту. А вторая у меня тушь тоже какая-то подобная, объемная, она еще не открыта. А потом тут же вернула, сказала, нет, она отпечатывается. В общем, у нее это то, что тут же отпечатывается под глазами. Ну, вот так вот. Так, в чем я буду встречать Новый год? Ну, в общем, вы знаете, я почти все свои... У меня патьев-то было немного, я их попродавала еще. В этом году мы решили избавляться от вещей вот таким способом, выкладывать их пачками на Авито и продавать. Ну, говоря мы, я, конечно, сильно преувеличиваю. Сама, у самой у меня ничего не получается. Абсолютно. Это, конечно, все Сосек, моя невестка младшая. Только она обладает таким талантом, продавается. Так красиво, изящно продавать. Люди прям с удовольствием у нее покупают. И вот многие вещи мы такими пачками, такими хорошими, знаете, прямо 20... Берешь 20 вещей, среди них где-то половина, ну, или процентов 40, почти, ну, в хорошем состоянии. А остальное так, довесок. Так, и я буду встречать Новый год. Наверное, вот в единственном платье, которое у меня осталось, которое я покупала в Актюбинске, в магазине Котон. Условно я его называю Дольче Кабана. Оно размера М, мне вроде бы казалось бы большое, но тем не менее, садится неплохо. Так, я... Давайте оконтурю лицо, раз уж я перед камерой делаю. Мейк. У меня, слушайте, сегодня фаберликовский получается макияж. Вот эта палетка контурирующая, ну, так, на тройку. Как бы не сказала бы, что я от нее в восторге. Ой, слушайте, почти вслепую наношу. Как быстро пробежимся. Потом беру вот такую кисточку, скошенную, набираю светлый тон. В общем, когда она у меня закончится, я не повторю. Помол крупноватый, ну, так, в общем-то, неплохо, просто хочется что-то другое попробовать. То, что всего лишь неплохо, мне недостаточно для того, чтобы повторять. Так, кому надо хорошо посмотреть мои макияжи, я милости прошу на мой канал Ваюна Арифлейм с Аберликой Цитера. Это мой косметический канал. Так, это я оконтурила нос темным тоном скульптором. Беру светлый хайлайтер. Прохожусь вот так вот ребром кисточки веерной. Вот так вот ее еще ограничим. По спинке носа. Так, и... Так, и... Вчера было такое же... Наранка ждала у нас, когда на лесные канали обещали караоке петь вместе с принцессой Эльзой, с королевой Эльзой. И вот мы вспомнили. Нет человека главнее, чем Нарана в нашем доме. Ой, Наранка такой замечательный человек. Я прямо смотрю на нее, не могу налюбоваться. Конечно, не без капризов, не... такая... не всегда послушная. Но все равно такая умничка, прям до невозможностей. Вы себе и не представляете... Ой, сегодня у меня день критики Фаберлик. Это палетка для бровей. Она тоже так себе. Я жалею, что начала ею пользоваться. Почему вот эти... тона мне не очень подходит. Ну и я, наверное, на этом... на своем канале... Ой, Боже, как мне по бровям-то попасть, да, товарищи? Придется мне от вас отвернуться. Вот я кауна с бровями не вернулась. Ну, будет лучше освещение, сделаю более современные брови, а пока что и так достаточно. Так. Так, 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 так. Так, что еще? Что еще? Что еще? Где тут у меня? Что мне может быть сделать эти... Слушайте, а я совершенно не забыла про этот... про корректор для глаз. Все почему? Потому что у меня нет зеркала передо мной. нормального зеркала нет. Большого. И потому что освещение слабое. Так, сейчас мы консилер. и так. Товарищи, ну я поражаюсь. Несколько штрихов, мазков и красавица. Почему я раньше не знала, что красавица, а? Скажите мне. Знала бы, воспользовалась. Воспользовалась как следует. Так. Так что вот, девочки. Присматривайтесь к себе внимательнее. Любите себя. Начинайте себя любить как можно раньше. Так. Хочу помаду. Какую? Хочу помаду такую. Поскольку платье будет такое в стиле Толь Чакопана. Хочу помаду тюмную. Как это называется? В общем, вот эту вот. Это Арифлэймовская. Я от вас отвернусь. А может не надо, отворачиваться. Подождите. Почему отворачиваться я в зеркало. Возьму здесь. Это такая жидкая помада. Тюмная. Цвет называется... Цвет называется... Элегант Бургунди. Элегантный бургундский. И вот такая она. Ну, может быть, да. Элегантный бургундский. Вампир. В силе вампир. Так, 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 так. У меня где-то здесь есть такого цвета контур. Так, где? Это не дом. Так, товарищ товарищ, товарищ товарищ, и вот она. Вот этот контур такого цвета. Так. Так. Эта помада была лимитированным, видимо, выпуском, потому что сейчас ее... Для меня она вышла совершенно недавно, я не успела к ней привыкнуть. Ее вот уже нету. Iconic Leap Elixir SPF 15. И у нее очень матовый финиш. Видите, какие у меня губы бархатные стали. Из бархата такого глубокого, светопоглощающего цвета. Так. Интересно, посмотрю, увижу ли я. Так, положу ее сюда в косметичку. Я буду пользоваться пока каникулами. Да. У меня же сейчас... Не то чтобы каникулы, а это... А? Не каникулы, а сейчас сессия начнется после Нового года, ну вот после вот этих всеобщих каникул. И первый экзамен мы уже сдали автоматом. Те, кто посещал... Ребята, я с таким удовольствием учусь. Я хожу... Я ничего не пропускаю. Ну потому...